ну что продолжаем редактировать профиль мы все подготовили мы сделали первую нашу регистрацию теперь нам нужно заполнить профиль и так заходим в наш профиль да вот так он выглядит вот что такое баннер для вашей страницы это вот этот серенький сейчас мы будем его менять видите ничего не заполнено нет ни серий нет изображений нет биографии нет вообще никакой информации соответственно ее нужно просто заполнить теперь для этого переходим теперь в учетную запись и здесь сразу же будет вам подсказка что ваш аккаунт не полный чтобы далеко не ходить можно прям сразу здесь перейти кликнув на эту большую красную кнопку собственно до информации нет есть такое сообщение красным и сразу же идет идет подсказочка чего нет но прежде всего нет работ они не подгрузились потому что не было добавлен способ доставки но это сейчас мы поправим то есть давайте двигаться дальше художник за работой вы подготовили свое изображение где вы работаете соответственно вносим его художник за работой изменить и мы автоматически переходим в раздел который называется картинки профиля и здесь нам сразу предлагается так есть аватар художник за работой загружаем размер некорректный нужно скорректировать так подобрали файл обратите внимание что на арт-мажоре автоматом нельзя подредактировать изображение и нужно сразу же искать изображение которое будет квадратная она уже тогда сама может изменить значит вставили изображение да все отлично все понравилось можно даже слегка увеличить нет нельзя регистрируем так подпись в принципе это по желанию но вы можете вставить подпись художником то есть свою опять же обращаю ваше внимание что изображение должно быть квадратное чтобы она вписывалась квадратик так внесли подпись художника альтернативный вариант подписи художника это не обязательно значит не будем вносить да что еще нам предлагают сделать внести изображение обложки помните я вас просила подготовить файл с размером 1920 пикселей на 400 мы же его подготовили отлично значит вставляем его вставляем так вставили биографию отлично вот даже вставили цитату если у вас нет цитаты ничего страшного так какие художники повлияли на ваше творчество мне кажется это очень важно записать то есть вы можете указывать столько художников сколько вы хотите являетесь ли вы профессиональным художником здесь это подразумевается этот вопрос не то что искусство ваша профессия а то что зарегистрированы ли вы как индивидуальный предприниматель или у вас есть какая-то компания которая зарегистрирована на вас поэтому пишем что нет не являетесь я думаю что такой спорный вопрос но не очень всегда корректно когда я это взгляд маркетолога и покупателя не очень корректно когда просят указать воздух и давайте без возраста так внесли зарегистрировались сохранили да вот видите здесь то что я говорила что гугл следит за арт-мажором здесь даже прям написано что гугл индук инда и индексирует только страницы с длинным уникального текстовым контентом так что составляйте свою биографию вписывайте туда ключевые слова что вы художник вы рисуете маслом или акрилом или пастелью что у вас прекрасные интерьерные работы и все это можно найти у вас так возвращаемся к учетной записи потому что нам нужно проверить что опять пишут аккаунт неполный но продолжим его редактировать способы оплаты вот здесь начинается самое интересное значит способы оплаты значит отправлять сколько времени у вас займет подготовка работы здесь рекомендуют два дня ну давайте поставим три дня все таки хотя нет просят просят поставить 2 значит ставим 2 основная валюта евро единица длины сантиметры дома выставляли до единицы веса килограммы до художник может работать на заказ то есть если вас попросят написать какой-то специальный пейзаж или портрет вы готовы это сделать если не готовы просто поставьте нет ценовое предложение вот это очень интересные интересная опция которая предлагает только арт-мажор когда покупатель сам может вам предложить цену ну условно говоря вы выставляете тысячу а покупатель не я хочу купить это за 500 но вполне вам может написать это и сказать что я готов купить работу за 500 и на самом деле это как раз таки фишка арт-мажора потому что покупатели благодаря тому что можно по торговаться активно используют эту платформу собственно смотрите сами готовы ли вы к торгу или не готовы если не готовы поставьте нет но для начала чтобы посмотреть как это работает я рекомендую оставить все-таки поставить да значит сохраняем изменения двигаемся дальше налог с продаж но здесь все зависит как вы зарегистрированы если у вас зарегистрировано о или и п то я рекомендую и п небе если мы говорим про россию то тогда или как у вас статус и п или самозанятого значит он вы не являетесь плательщиком ндс для других стран все-таки проверьте на всякий случай должны ли вы оплачивать ндс или нет но в большинстве европейских стран художники которые зарегистрированные как творческий предприниматель они не платят ндс так отлично идем дальше способы оплаты банковским переводом ну или paypal выбираем валюта евро так мы выбрали предпочтительный способ оплаты paypal все регистрируем проверяем до 2 дня евро ндс а нет способ оплаты paypal сразу же притворяя вопросы тех кто находится в россии как зарегистрировать собственно вы можете указать банковские реквизиты единственное что как я уже предупреждала для россии пока арт-мажор это просто витрина вы можете ничего не указывать у вас будет наполовину подтвержденный профиль это не значит с наполовину неподтвержденным профилем вот что касается оплаты вы можете регулярно показывать свои работы вы можете заниматься продвижением внутри платформы и вообще в других местах себя как художника и своих работ единственного ним не сможете продавать но арт-мажор это та площадка даже на самом деле и даже если бы вы подключили там вот все было нормально и вы подключили подключили платежную систему вот прям вероятность того что вы прям сходу в первый же месяц начнете продавать на арт-мажоре равна ноль целых одной сотой процента правда потому что народу очень много все достаточно запутано у хорошо даже раскрученных аккаунтов там нет прогнозируемых продаж поэтому выдыхаем нельзя сейчас через полгода через год это все восстановится но сейчас вы уже можете в полной мере использовать эту площадку для своего маркетингового продвижения для всех других стран paypal либо банковские реквизиты вносите и все это работает так дальше теперь нас просят подтвердить вашу личность для того чтобы точно знали что вот этот человек который себя указал указал свои банковские реквизиты есть именно тот человек который загружает вот заявляется как художник значит что нужно сделать нужно сделать первое загрузить свой паспорт первую страницу либо свой айди либо но опять для россии можно загрузить право тоже вполне сгодятся плюс нужно доказать адрес который мы указывали при регистрации что может быть доказательством адреса но опять же для тех у кого для тех кто живет странах где есть прописка вы можете загрузить прописку для тех у кого этого нет вы можете просто сфотографировать письма и приложить их это вполне ок приложить письма и отправить ну в принципе если вы указывали бизнес адрес можно наверное сделать принтскрин с принтскрин из google нет это очень сложно поэтому приложите либо прописку либо выписку из там какой-нибудь возьмите сфотографируйте свой счет ну замажьте там цифры самое главное чтобы было видно в этом счете что счет выставлен на вас от такой-то официальной организации по такому-то адресу этого будет вполне достаточно так продолжаем настраивать профиль и вот здесь как раз мы добрались до очень важного момента нам нужно определить доставку помните я говорила что арт-мажора доставка уже сразу вшито вшито в как бы опцию не опционно они сразу же предлагают доставлять работу сами и доставка у них очень дорогая что можно сделать можно создать свои профили доставки и сказать что окей мы будем доставлять эти работы сами и самим это все делать что для этого нужно сделать нужно создать профили профили доставки вот здесь еще раз напоминаю что давайте все таки арт-мажор будет это делать рекомендации различные как они это все делают но тем не менее если вы не хотите они предлагают 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 создать свои собственные поэтому это мы и будем делать значит у нас если мы отправляем из европы можно сделать два профиля доставки первый там по европе доставка вторая уже отправка в америку или в азию нет это мы сделаем третьим профилем значит первое с так что нам предлагают просто выделяем всю европу сейчас проверяем куда мы не можем доставить наверно в великобританию цены другие будут остров мэн страны прибалтики цены сильно будут отличаться португалия до белоруссия россии убираем и украину потому что цена будет в два раза дороже но в принципе во все эти страны кроме тех которые я убрала а кипр сори еще кипр вот собственно по европе выбрали и значит у нас доставка так как работы вы знаете какие ваши работы и какие какой максимальный вес может быть в среднем европейская почта по европе из европы берет ну да мы регистрируем сейчас как немцы то доставка будет где-то в районе ну максимально 75 евро ну давайте чтобы не рисковать поставим 100 вот для зоны 1 у нас будет а да это у нас для картины картины среднего размера ну ну или давайте чтобы не не очень была большая цена поставим 75 следующая зона европа 2 будет у нас мы убирали белоруссию эстонию и пар великобританию остров мэн убирали литву латвию литву так здесь у нас будет 100 евро доставка далее что мы можем до америки где-то стоит порядка 150 северная америка то и еще добавим одну зону уже азию но все мы зарегистрировали мы откуда мы берем эту информацию очень важный момент вы должны прийти сходить на вашу почту и узнать сколько может стоить доставка вашей средней работы ну то есть вы представляете сколько может весить ваша средняя такая обычная работа ну наверное не больше все таки 2-3 килограмм вот сколько будет стоить пересылка вашей работы в несколько зон зона там европа зона америка зона юго-восточная азия то есть выбирайте те рынки которые вам нравятся и спросите средняя стоимость какая может быть в европе кстати проще потому что там есть четкое зональное деление и все зоны они отмечены и и просто берете эту цифру и вставляете сюда ну немножко набросите потому что вам нужно же все таки будет упаковать еще эта цена будет включать упаковочные материалы но то что вы будете делать сами сами упаковывать и отправлять это будет ну практически в два раза дешевле чем если бы вы заказывали отправку через арт-мажор так свою доставку мы создали и нажимаем кнопочку зарегистрировать ее отлично все все профили есть возвращаемся предлагаю сказать когда вы не будете работать ну давайте поставим 31 а нет это да вот это важно если вы уезжаете куда-то и у вас не будет доступа к платформе не забывайте вот заходить в профиль в учетные записи в настройки настройки продаж и здесь сообщать что у вас есть магазин закрыт до такого-то числа а здесь вы ставите дату открытия когда будет снова открыт магазин так изменения сохранены пойдемте проверять что еще мы не сделали опять аккаунт неполный значит значит это мы заполним рейтинг давайте смотреть но вот здесь видите сходу уже начинается начинают нам предлагать платить денег нет пока мы деньги платить не будем дальше двигаемся обучение что еще нужно заполнить платиновый аккаунт про это поговорим в следующем видео обучение здесь вы вносите информацию о том где вы учились так добавляем сюда где вы учились если вы самоучка вы можете добавить смело какие-то частные уроки которые вы брали или какие-то курсы которые вы посещали корректно переведите их на английский язык и не стесняйтесь вставляйте вы же этому учились у вас же есть доказательства какие-то дипломы которые вы получали это очень важно так значит обучение что у нас дальше идет достижение так выставки награды газеты персональные выставки вот методично берете свой выставочный лист и медленно но верно все переводят переносите на самом деле это очень важный раздел здесь вы указываете и персональные выставки и коллективные выставки и везде где про вас были публикации в прессе если вы были в каких-то резиденциях тоже указываете указываете в каких постоянных коллекциях находятся ваши работы собственно фактически вы собираете свой большой развернутый профиль на сайте арт-мажор и да важная информация важное такое замечание комментарий если у вас пока нет сайта своего и вы еще не планировали его делать заполните максимально подробно профиль на арт-мажоре и ваш профиль на арт-мажоре временно может заменить вам ваш сайт так двигаемся дальше что нам предлагается чего у нас нет рейтинга у нас пока нет да это мы будем потом делать платинового статуса нет проданные произведения вот видите что здесь можно даже указать что было продано но к сожалению этой функции если вы не подключили аккаунт пока воспользоваться нельзя поэтому пропускаем подписчики да что предлагают предлагают активно себя продвигать значит этого нет ну наверно пока все мы заполнили все что могли на этом этапе давайте посмотрим как выглядит наш профиль да есть яркая обложка есть наша фотография есть биография видите сразу появилось что опубликовано в СМИ представлено на арт-ярмарках то что мы вносили можно посмотреть полный профиль отлично профиль мы заполнили и и и и